Разблокировать Америку Конгресс США смог преодолеть разногласия и утвердить временный бюджет страны. А значит, остановленный шатдаун, из-за которого 850 тысяч чиновников отправили по домам. Дмитрий Анопченко с последними новостями из Вашингтона. Субботу и воскресенье страна еще спокойно пережила. Все-таки выходные, а вот понедельник выдался тяжелым. Сложно, когда государственная власть парализована. Чиновникам сказали сидеть по домам. Госдеп и Пентагон отменили публичные мероприятия. Белый дом поставил на паузу работу больше тысячи сотрудников президентской администрации. В том числе и тех, кто визит Трампа в Давос готовил, а вылетать уже в четверг. Остальным разрешили прийти в офис, но только на 4 часа. Забрать бумаги и оставить голосовые сообщения на автоответчиках рабочих телефонов. Спасибо, что позвонили в Белый дом. К сожалению, сегодня мы не можем ответить на Ваш звонок. Потому что демократы в Конгрессе держат финансирование правительства в заложниках. В том числе нашей армии и национальной безопасности. И мы закрыты из-за шотдауна. Равно в полдень, это было 7 вечера по киевскому времени, здесь, в Капитолии, народных избранников собрали на заседание. И упрашивали хоть как-то договориться, хоть как-то проголосовать за бюджет. Хотя бы временную смету страны утвердить, чтобы в Америке опять все заработало. Конгрессмены шли на работу с хмурыми лицами. Обсуждая по дороге, мол, люди и так нас недолюбливают. А тут еще полная заморозка. Ведь сегодня даже символ Америки, статую свободы, для посещений закрыли. Сообщив туристам, записавшимся за несколько месяцев для посещения достопримечательностей. Мол, ваши билеты аннулированы. Что вы хотите? Шотдаун. Так что в Конгрессе все опять скатилось к вечному противостоянию между Дональдом Трампом и его противниками-демократами. Те, в принципе, готовы проголосовать за бюджет, готовы разблокировать правительство. Но при условии, что администрация смягчит свою позицию по мигрантам. У Дональда Трампа есть встречные условия. Ну а вы тогда профинансируйте строительство моей стены на границе с Мексикой. И это никого не устраивает. Вот все опять и забуксовало. Дискуссии в зале жаркие. Но еще больше градус эмоций на переговорах за закрытыми дверями, которых не видит пресса. Как признаются сотрудники Конгресса, демократы согласны уже и визовую лотерею отменить, и дать силовикам больше прав для депортации нелегалов. А вот стену Трампа финансировать не хотят. Не верят, что ее вообще можно построить. А Дональд Трамп по-человечески обижен. Сорванный праздник – это для него личное. И вот буквально только что, когда вывоз был уже в эфире, эта долгая история нашла свое неожиданное завершение. Многие опасались, что шатдаун затянется. Многие с ужасом вспоминали 96-й год, когда страна 21 день была парализована. Но вот только что в Сенате объявили, что все-таки пришли к соглашению, проголосуют и правительство будет разблокировано. Как минимум до 8 февраля, когда демократы и республиканцы опять соберутся, для того, чтобы поговорить на сей раз уже не о временном бюджете, а о бюджете страны на 18-й год и опять схлестнуться в спорах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.